В эфире программа Звездные сети, я ее ведущая Ника Вишневская. Сегодня наша программа целиком и полностью посвящена феномену Инстаграма. И в гостях у нас Любовь Соболева. Любовь Соболева, популярный блогер, автор книги «Феномен Инстаграма. Как раскрутить свой аккаунт и заработать». Она не делает прогнозы о будущем социальных сетей, но уверена, Инстаграм сейчас правит миром. Кто не знает Любовь и ее пиар-блог? Давайте познакомимся с ней поближе. Люба, я очень рада сегодня тебя видеть в программе Звездные сети. Я, если позволишь, сейчас начну нашу программу с маленького Блиц-опроса. Да, добрый вечер, с удовольствием. Все, что в голову приходит, сразу говоришь. Хорошо. Какой твой внутренний возраст? Ой, ну какой есть, 31 год. Как ты реагируешь, если тебе откровенно хамят? Вот смотря на то. А, да? Так, то есть, если это люди постарше, ты промолчишь? Или ты всем задашь? Ну нет, я не задам. Нет. Я или промолчу, или уйду от хамства. Отлично. Если завтра Инстаграма не будет, то что останется? Какая-нибудь другая социальная сеть. Так. Твоя первая реакция, если тебя обсчитали в магазине? Ну, ничего страшного. Смотря на сколько обсчитали, да? Смотря на сколько, но... Если тебе говорят нельзя, но очень хочется. Если очень хочется, то можно. Это Любовь про блог, Любовь Соболева. Сегодня мы снимаем программу «Звездные сети», познакомимся с ней поближе. Давай сразу книги. Феномен Инстаграма. О чем она? Она, собственно, о феномене Инстаграма. Она о такой фабрике звезд в социальных сетях, которая позволила вообще огромному количеству людей, неважно, где они живут, кем они являются, есть ли у них какие-то связи, стать звездами. Ну, вот, по крайней мере, масштаба этой социальной сети. Так. А там полностью есть путь того, как это получилось? И есть какая-то схема, как это сделать обычному человеку или нет? Конечно. Эта книга, она представляет из себя такую инструкцию по применению. Вот вы купили, например, стиральную машину, к ней идет инструкция по применению. Вот в данном случае Инстаграм – это стиральная машина, а книга – это инструкция по применению. Если все делать, как там написано, то нет шанса… Только нужна практика. Да, да, то нет шанса, что ничего не заработает, все будет работать. Главное – делать. Слушай, ну должна же быть какая-то хитрость, ведь если так все просто – купить книгу, и сразу можно все сделать, и все заработает, то зачем ходить на марафоны, на всякие тренинги по Инстаграму? То есть, наверное, все-таки что-то там, чего-то там нет? Нет, хитрость, назовем это хитростью, заключается в том, что надо работать. То есть, по факту, Инстаграм – это площадка, которая предоставляет возможности. Да. Ну, вообще, мир – это возможности, да, но не все ими пользуются. Кто-то так и остается, в общем, кто-то только мечтает стать космонавтом, а кто-то становится. И в Инстаграме очень много таких людей, которые ходят с курса на курс, вот они что-то хотят, они по 35 раз меняют свою шапку профиля, 850 раз меняют ник, но они не делают главного. То есть, они все в мечтах, в проектах, но не работают. И главная хитрость заключается в том, что это, как и все в нашей жизни, что приносит успех – это работа, работа, и еще раз работа. А как вообще появилась идея создать книгу? Давай о ней уже закончим. Идея была вот так. Значит, мы общались с издательством АСТ, и речь, когда зашла впервые про эту книгу, я подумала, боже, ну какой бред, это же социальная сеть, там все меняется постоянно. Какая книга, да, это печатный вообще носитель. А потом, с другой стороны, я поняла, что глобально основные методы продвижения, их четыре, да, платных, они не меняются с того времени, как Инстаграм вообще появился. Только вот добавилась таргетированная реклама, все остальное было, есть и будет дальше. То есть там появляются какие-то дополнения, какие-то новые функции, какие-то тренды, какие-то нюансы. Но глобально вот эта основа, она остается прежней. Более того, практически во всех социальных сетях эта основа одна и та же. И я решила, что это очень удобно, когда вся информация собрана в одной книжке, которую человек открыл, то есть он не ищет миллион постов, не собирает информацию по крупицам, не перерабатывает ее, а он все получит в одной книжке, прочитав которую, сможет применить. Вот, и я решила ее написать. Как быстро написала? Ой, написала я за три недели. Были сроки, наверное, да? Три недели. Я не спала, правда, все это время, но я тоже прекрасно понимала, что несмотря на то, что есть какая-то база, да, когда речь идет про социальные сети, предполагается скорость. Поэтому мы ее за два месяца написали, оформили и выпустили. В общем, со скоростью социальных сетей мы это сделали. В общем, три недели я не спала, работала над книгой, но в итоге... Какой тираж, как сейчас обстоят дела? Первый тираж был 4 тысячи экземпляров в марте, но они разошлись еще до того, как они поступили на склад издательства. То есть я выложила анонс у себя вечером в Инстаграме, и уже через 4 часа книжек не было вообще. То есть вот эти 4 тысячи ушли сразу. И так повторялось 5 раз подряд. То есть 5 раз допечатывали по 4 тысячи, и такая же история происходила. То есть они месяца 3, наверное, вообще не доезжали до книжных магазинов. Там не было. Их раскупали на этапе предзаказа. И в итоге сейчас продано больше 40 тысяч экземпляров. Вообще такого вот успеха и ажиотажа не ожидал никто. Ни я, ни издательство. Но оказалось, что это настолько важная, актуальная сейчас всем тема, что книжка стала бестселлером. Администрация, все написано, куда нажать? Там все написано, да. Но поскольку, знаете, в эту книжку особо никто не верил поначалу в издательстве, там прекрасная обложка, очень симпатичная, но внутри это туалетная бумага. Ну то есть я признаю это, надо называть вещи своими именами. И книжка-то стоит сама 300 рублей. Ну то есть это все, грубо говоря, выпускалось на пробу. Никто до конца не понимал, насколько хорошо это зайдет. А когда мы это уже поняли, мы приняли решение выпустить вторую книгу с красивыми иллюстрациями, с белыми листочками. И это будет уже подарочное издание. А вообще как, мне интересно, как вообще пришла идея, как давно зародился Инстаграм в твоей жизни, и как пришла идея вообще учить этому людей? Инстаграм появился так. Я вообще, ваш коллега, я раньше была ведущей новостей, потом я работала все время на телеканалах в должности пиарщика, потом занималась продвижением звезд. А затем случился декрет. И как у многих женщин, в декрете происходит такая переоценка ценностей, и появляется новая трансформация мировоззрения. И мне стало интересно. Я всегда работала на телеканалах со звездами. И в последнее время в качестве пиарщика я стала думать, ну вот какая моя роль? Вот есть телезвезда или есть телеканал? Ну, собственно, любой человек, наверное, справится с пиаром. То есть это же непонятно, никому неизвестный там какой-нибудь человек из Урюпинска. И я решила такой бросить себе профессиональный вызов, взять человека, сделать из него звезду, о котором пока никто вообще ничего не знает. И вот я нашла такого человека. К сожалению, не могу назвать имя, потому что клиентов пиарщики часто не называют. И первое, с чем я столкнулась, что я стала действовать классическими инструментами пиар. Я его вводила в эфиры, на радио и на телеканалах, выходили его комментарии в СМИ. В общем, какие-то крупные материалы мы делали, спецпроекты со СМИ. Все это давало какую-то известность, цитируемость. Это вот знаете, эти мифические показатели, лояльность, цитируемость, охват. Ну вот это вот все, бла-бла-бла. Но это не давало денег вообще. И я стала думать, а где же ему заработать? И я поняла, что мне нужно осваивать социальные сети. Я освоила все абсолютно, но поняла, что самая перспективная с точки зрения монетизации социальная сеть – это Инстаграм. Самая модная, самая активная. Как давно это произошло? Это произошло, сейчас я вам скажу, где-то два с половиной года назад. Ага, так. Ну, не так давно, скажу так. То есть это был уже такой немного уходящий пояс. На самом деле там очень многие уже были в этой социальной сети. Те, кто сейчас миллионники, у кого очень много... Но был кто-то, кто уже обучал этому или нет? Была, да. Да, была одна девушка, которая обучала. Ее зовут Арпинес Аркисян. Она обучала... Самое первое, она эту тему придумала. Но как получилось? Меня стали все спрашивать, собственно, как раскрутить Инстаграм, и я решила завести аккаунт. Но вот у Арпине был аккаунт про нее, но она вела клиентов и предлагала купить курс. А я решила делать аккаунт, где я буду просто давать информацию. То есть не говорить, что там, допустим, я знаю, как раскрутить Инстаграм, купи мой курс. А просто давать информацию полезную про Инстаграм. И, собственно, вот я была первым человеком, который стал открыто ей делиться. Вот. И это, естественно, вызвало такой ажиотаж и хорошую обратную реакцию. Ну и вот моему аккаунту скоро будет два года, и за два года там уже почти 600 тысяч подписчиков. Вот. То есть тема оказалась очень интересной. Путь развития. То есть приходилось же изучать постоянно новые тенденции, писать. Я уже изучила на примере клиентов к тому моменту. То есть у меня уже был клиент не один. И я уже общалась и сотрудничала со многими блогерами. И мне было в какой-то степени проще, чем остальным. Потому что они меня поддержали, написали про меня, рассказали обо мне. Я часто уже делала для них какие-то совместные проекты и стала участвовать в них сама. То есть у меня, конечно, было в этом отношении проще. Можно дать сейчас определение тому, вот какой Инстаграм был тогда и какой сейчас стал? То есть он, раньше это же была обычная сеть, куда просто выкладывали фотографии. Даже, по-моему, подписывать никто не подписывал в начале. Ну, в самом начале, очень давно-давно так и было, да. Но это, как всегда, сначала новинка тестируется на уровне пользователя, а потом на уровне бизнеса. И, в принципе, когда вот я уже начала заниматься Инстаграмом, этот бизнес уже там работал и уже приносил прекрасные доходы тем, кто им там занимался. Поэтому я просто вот это всё дело подхватила. В чём разница сейчас и вот два с половиной года назад, если вернуться, разница в конкуренции. Потому что если взять практически любую популярную сферу, не практически вообще любую, там 100-500 человек, которые этим занимаются. То есть там тысячи астрологов, тысячи, значит, педиатров, тысячи психологов, сексологов, миллион аккаунтов про отношения мужчины и женщины, миллиард аккаунтов про то, как продвигать Инстаграм тоже. Ну, то есть вот в любую сферу, какую бы вы ни взяли, везде очень высокая конкуренция. И сейчас, конечно же, для того, чтобы стать популярным в Инстаграме, требуется а, какая-то оригинальная, необычная ниша, б, харизма, в, активное, очень активное продвижение. На последнем, давай, остановимся. Активное продвижение. Вот, например, прошлый год, все помнят, это вот гивами продвигалось. Сейчас, например, говорят, что все это уже стало неинтересно, это не приносит никакой пользы и пустая трата денег. Сейчас тоже какие-то новые тенденции происходят. На самом деле сейчас все растут, большинство все равно на гивах, они все равно существуют, эти гивы. Просто большинство пользователей этого не видят. Почему? Потому что если раньше, в прошлом году, нужно было бы у себя выкладывать бот, да, прогиб, то сейчас этого не делать. Доплати и не выкладывай. Да, доплати и не выкладывай, ну, условно, да, то есть и аудитория, соответственно, не понимает, да, что человек участвует в гиве. На самом деле все, у кого там росту десятки, сотни, там, 200-300 тысяч, ну, как правило, конечно, там, может быть, есть какие-то уникумы и индивидуумы, да, но, как правило, все равно все в этих гивах участвуют. Это, знаете, как с Домом-2, никто его не смотрит, но рейтинги высокие. Здесь такая же история, в гивах никто не участвует, но по факту, если вы зайдете в крупные гивы, то увидите там очень-очень многих блогеров. Я сама в них участвую, потому что это, в принципе, работает. Вот. Как продвигаться? Ну, естественно, не только гивы, это и марафоны, это и какие-то флешмобы, это и то, что сейчас называется модным словом коллаборации, да, то есть, когда люди либо какие-то совместные проекты делают, либо они друг про друга рассказывают, либо это платная реклама у блогеров, в пабликах, у звезд или таргетированная. То есть, а что сейчас вот под номером один, вот прям точно закрыв глаза, можно сказать, что вот это работает безотказно? Ну, работает все. Просто вот очень многие находятся в поиске такого идеального метода продвижения, но его не бывает. Почему? Ну, вернее, он бывает, но для каждого он свой. Все зависит от темы аккаунта, все зависит от личности, да, от человека. В общем, очень-очень много нюансов, от которых вот этот идеальный способ продвижения зависит. Для некоторых видов бизнеса вообще аккаунт не нужен, он достаточно таргетинга для того, чтобы в Инстаграме зарабатывать. Вот, то есть, нет такого. Вот интересно, что ни социальная сеть Одноклассники, ни Фейсбук, ни ВКонтакте не смогли так вот развиться в плане бизнеса, как это получилось в Инстаграме, хотя вроде как бы здесь один и тот же, да, можно сказать. Ну, тут, понимаете, в чем секрет? Тут дело в том, что очень платежеспособная аудитория. То есть, во-первых, это жители крупных городов, то есть, это в основном Москва, Питер, Краснодар и Екатеринбург, да, то есть, вот эти вот города. Во-вторых, ядро аудитории Инстаграма – это женщины 25-34 года, то есть, это те, кто уже сами заработали на свои хотелки, либо они приходят к мужу и говорят, милый, надо, да, то есть, это вот те, по сути, это те люди, которые принимают в семьях решения о покупках. И поэтому в Инстаграме самый высокий средний чек из всех социальных сетей и самая активная покупательская активность. То есть, типичный пользователь Инстаграма, он вообще не пользуется, там, поисковиками. То есть, как рассуждает человек не из Инстаграма? Ему нужен кондиционер. Он идет в Яндекс, пишет, кондиционер дешево, и выбирает, значит, по отзывам и по цене самые лучшие с точки зрения, значит, соотношения цены и качества кондиционер. Как делает пользователь Инстаграма? Он вбивает в Инстаграме, в поисковой строчке кондиционер, находит пять аккаунтов про кондиционер, смотрит, в какой владелец симпатичнее и интереснее пишет, и покупает там. И неважно, сколько стоит этот кондиционер, хуже он или лучше. То есть, здесь такие эмоциональные покупки, очень характерные для вот этой вот аудитории. А есть уже какие-то результаты, где чаще ищут, в Инстаграме или в Яндексе? Кто? Пользователи Инстаграма? Вообще пользователи нашего мира. Да нет, пользователи мира, конечно, все-таки в поисковиках. Да, да, все-таки Инстаграм – это не весь мир, хотя и когда ты там постоянно работаешь, иногда кажется, что это там. А есть какие-то знакомые, вот, например, у меня такие точно есть, которых нет в Инстаграме, и которые вообще… Вот у них все хорошо, бизнес идет, и не нужен им Инстаграм. Конечно, я больше скажу, что я, когда я решила свой аккаунт завести в Инстаграме и вообще заняться продвижением клиентов, ну, я же всегда работала, в принципе, в крупных компаниях и со звездами. Я помню, что я встретилась со своей подругой, пиарщиком, и я ей вот это все рассказываю, а она мне говорит, «Люб, у тебя работы, что ли, нет? Давай я тебе помогу». Я говорю, да нет, у меня, понимаешь, у меня эксперимент, я вот хочу заняться социальными сетями. И, ну, сейчас у этой подруги тоже свой очень популярный, хороший аккаунт про путешествия, то есть она тоже стала заниматься Инстаграмом, но суть такая, что еще буквально там три года назад мне весь этот мир социальных сетей казался каким-то бредом, мне казалось, что там сидят люди, которым нечего делать, им нечем заняться, и вообще нормальная работа, в общем-то, как бы не требует никакого Инстаграма. Безусловно, это так, но есть ряд направлений, да, которые прекрасно монетизируются через Инстаграм. Чем мне лично помог Инстаграм, он отбросил вот этот вот весь какой-то во мне снобизм, да, какую-то категоричность и какой-то, может быть, высокомерие, да, потому что я с профессиональной точки зрения поняла, да, что важно то, что по факту работает и приносит результат. И вот на это нужно ориентироваться. А нет осуждения или, знаешь, вот как сейчас модно, вот ты блогер, у тебя много подписчиков, мы с тобой дружим, ты не в Инстаграме, у тебя нет подписчиков, слушай, ну у меня нет для тебя времени сейчас. Нет, что такое слово бывает. Ну, это зависит от человека на самом деле, тут, наверное, не от количества его подписчиков, от него, а от самого. Другое дело, что когда речь идет о каких-то совместных проектах в Инстаграме, то, естественно, все, ну, подбираются ровнее, да, по количеству подписчиков, потому что это просто, ну, разумно. Да. Вот, либо тот, у кого их меньше, он платит тем, у кого больше. Ну, то есть обычная реклама. Что касается какого-то общения, то я могу сказать, что мы общаемся и за пределами постов и сторис, да, то есть мы там рады друг друга видеть всегда и часто собираемся на какие-то совместные мероприятия, вот. Но я не могу сказать, что я заметила какую-то разницу в отношении ко мне вот своих бывших коллег после того, как у меня появилось количество подписчиков. Это, знаете, когда обычно бывает, когда вот человека не было ничего, и тут раз, и он взлетел. То есть, в принципе, я и до Инстаграма, ну, не то, чтобы я там ничего из себя не представляла, да, то есть, в принципе, все всегда было неплохо, вот. Просто здесь это новая такая сфера, и все. То есть я не заметила, что кто-то стал там, зауважал меня из-за того, что у меня полмиллиона подписчиков. Отношения с бывшими друзьями, давними, вот, с которыми я давно дружила, и там с новыми, они ровные. А есть какие-то методы продвижения, которые вот вообще не работают? Вот прям точно можно сказать, что ими пользуются, но они не приносят. Есть малоэффективные методы продвижения, которые совсем не работают, их нет. Малоэффективные – это геотеги и хэштеги. То есть это вот то, что надо долго покрупиться. Когда-то, когда-то было, да? Ну, когда-то очень давно, какие-то вот уже лохматые времена. То есть они очень давно уже не приносят каких-то весомых результатов. Тут же вопрос, то есть они, в принципе, их приносят, да, но тут вопрос стоит в чем? Соотношение затрат к результату, да, то есть вот сколько нужно потратить времени, чтобы эти хэштеги расставить, чтобы их каждый раз искать новые, отсматривать их. Лучше один раз купить рекламу у блогера или запустить таргетинг. Но это все быстрее, эффективнее и лучше работает. Поэтому нужно просто оценивать, сколько усилий ты вкладываешь, какой результат получаешь. Так к этим же методам продвижения можно отнести масс-фолловинг и масс-лайкинг. По большому счету, это методы продвижения, которые запрещены правилами Инстаграма. Но тем не менее, они очень широко используются. Они хорошо используются, но, конечно, с учетом там лимитов Инстаграма, которые там периодически меняются. Но это опять же, если это, допустим, речь идет про личный бренд какой-то, не просто про магазин, то это просто его дискредитирует. То есть это человек, который навязывается, подписывается, ходит за кем-то. С точки зрения построения личного бренда, это совершенно неправильно. Поэтому, если к вам в дверь постоянно будут стучаться соседи в надежде с вами познакомиться, вам же это не понравится. Вот здесь такая же история и происходит. Поэтому эти методы не только малоэффективны, они еще и не очень корректны с точки зрения экологичности. Вот есть у меня, например, знакомые, которые говорят, вот смотри, вот этот участвует в гивах, там постоянно у него растет аудитория, он платит. Вот, например, покупаю, второй, да, говорит, я покупаю лайки, покупаю просмотры, ко мне тоже приходят за рекламой. То есть в чем разница тогда? То есть в том, что там все по-настоящему, а там все нет, и где есть вероятность того, что там тоже нет вот этих вот ботов и что это действительно живые люди. Потому что иногда заходишь в аккаунт, а там один магазин, 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 и понимаешь, что там тоже живых людей, которые действительно могут комментарии написать. Там их практически нет. Ну, надо понять, что за аккаунт. Вот, например, у меня много магазинов на меня подписаны, но не потому что это какие-то боты, да, а потому что магазины заинтересованы в продвижении. И мой аккаунт интересно читать, да, вот, это во-первых. Во-вторых, ну, то есть так вот категорично нельзя сказать. Что касается рекламодателей, ну, к сожалению, есть рекламодатели, которые недостаточно образованы и сливают бюджет на неэффективных блогеров. Ну, и можно только посочувствовать. Но только, как правило, вся эта информация очень быстро распространяется, и вот эти блогеры уже не получают такое количество заказов, которые могли бы получать, будь их рекламой эффективной. Вот, а те, у кого ненакрученная аудитория и активная аудитория, они дают отличный выход по рекламе, рекламодатели к ним обращаются снова и снова. Ну, тут же, в принципе, пиццу можно делать плохо, да, но она будет где-нибудь рядом с домом, ее все равно купят. А можно делать очень хорошо, ее будут покупать еще гораздо лучше и заказывать доставку. И здесь такая же собственная история. Очень мало информации в подготовке к моему интервью с тобой было о тебе вообще, в принципе, о твоей личной жизни, о том, как ты справляешься, например, одна с ребенком, да, то есть кто тебе помогает, ведь надо же работать, все-таки, даже писать посты, это все-таки работа, вот, и при этом ты растишь дочь, правильно? Да. Так. Помогает мне няня, у меня есть няня, которая вот прямо сейчас сидит с ребенком, прекрасная женщина, которая готова в любой момент поддержать, выручить, побыть с Евой. И мы живем в последние пару лет, мы живем на два города, у меня мама переехала в Сочи, и мы периодически там на 3-4 месяца уезжаем туда, и там помогает мама. Но вот пока дочка моя Ева еще не пошла в школу, в принципе, мы можем себе позволить вот такие вот перемещения, да. Вот, работать, конечно же, надо, работаю я, честно говоря, очень много, потому что помимо книги и Инстаграма есть еще агентство, в котором более 70 клиентов у нас, и личные клиенты, которых я тоже веду, то есть я от всего этого не отказалась. Но я стараюсь какой-то вот баланс искать. А как же со свободным временем? Оно бывает или постоянно-постоянно-постоянно что-то надо делать? Ну, я не буду сейчас врать, что я такая гармоничная личность, у которой там все расписано по секундам, по минутам, и остается еще каждый день по 4 часа свободного времени, чтобы смотреть сериал. Это неправда. Я, безусловно, сама все время в работе, и у меня есть перекос в сторону работы, это правда. Но единственное, что я могу сказать, что если бы это было не мое, да, если бы я не хотела так жить, вряд ли бы я это допустила. То есть то, что приносит удовольствие, то, что устраивает. Мне приносит это удовольствие. Я себя чувствую хорошо, я себя чувствую реализованной. И что касается ребенка, тоже очень многие подписчики задают вопрос, ну как же, надо же проводить там время с ребенком. Ну, здесь такой момент, что вот у нас настроя детей, и мама тоже все время работала, практически постоянно была на работе, но мы все ее очень любим, ценим, все время с ней на связи, то есть без конца и по очереди звоним, несмотря на все это, потому что воспитывать же можно, находясь там, просто находясь с ребенком, да, я очень уважаю домохозяек, восхищаюсь ими, а можно, ну, каким-то своим примером, да, каким-то образом жизни, который ты ребенку показываешь. В моей семье было так, и вот у меня, у самой тоже так получается. Наши подписчики могли задавать тебе вопросы, причем самые-самые интересные вопросы, которые поступали. Какие последние новшества у Инстаграм спрашивают, и что нас ожидает впереди? Есть вообще выводы? Вот это самый частый вопрос, который мне задают, почему-то все думают, что я Ванга, или предсказательница какая-нибудь, да. Но на самом деле, я, конечно, не знаю, что будет. Единственное, в чем я твердо уверена, что, что бы ни было, вот этот опыт, эти знания, которые мы все тут получили, работая в Инстаграме, они точно никуда не денутся. И все, что мы должны делать, следить за этой аудиторией, потому что святое место пусто не бывает. Если что-то случится с Инстаграмом, значит, она куда-то уйдет. Если вот сейчас отмотать время на сколько-то там лет назад, то первые пользователи Инстаграма, это были пользователи ЖЖ, активные блогеры в ЖЖ. И очень многие блогеры из ЖЖ пришли в Инстаграм и стали там вести свои блоги. Они вот такими были ранними пташками. Вот. И наша задача, собственно, отслеживать, куда эта аудитория дальше двинется, и лучше нам оказаться в этом месте раньше, чем они. А вот Телеграм, очень многие блогеры говорят, что будущее за ним. Я просто, как обычный простой пользователь, не очень понимаю. То есть я понимаю, что там можно что-то отправить кому-то, но я вот почему-то не вижу за ней будущее. Может быть, это мое личное. Ну, тут понимаете как? Дело в том, что сейчас в странах Азии есть такая тенденция объединения мессенджеров и социальных сетей. То есть там это все перерастает в одну историю, и вроде как человеку удобно и социальной сетью пользоваться, и тут же общаться, перекидываться сообщениями. И есть там действительно такая тенденция. В России пока этого не получается, потому что все-таки мессенджеры для работы в нашем менталитете, а социальные сети для развлечения. И поэтому люди пока в России, мне кажется, к этому не готовы. Что касается Телеграма и его перспектив, то для меня это самый удобный мессенджер сейчас. Почему? Потому что в отличие от WhatsApp он не портит качество фотографий и видео, которые вы пересылаете. В Инстаграме это очень удобно. Но я подписана на несколько каналов, но, честно говоря, я не успеваю читать. Потому что чаще всего обновление этих каналов выглядит как такая простыня текста, которую читать лень, картинок нет. В общем, короче, как-то печально. Вот пока что, например, YouTube я смотрю с удовольствием. На Телеграм я не захожу. Вот как бы, если можно сказать про телевизор, которого вообще нет. Как себя легче раскрутить? Лично или магазину? Лично. Лично, потому что о себе пишешь интересно? Нет, потому что в социальных сетях бал правит личность. В принципе, вот я приведу пример. Вот вы подписаны на магазин одежды. Пиджаки не умеют разговаривать. Они вам ничего не расскажут. Смысл подписываться на пиджак? Ну, то есть одно дело прийти, купить, да, добавить в закладки, потом вернуться там и заказать что-то. Другое дело подписаться. Вот именно с точки зрения привлечения подписчиков лучше идут персонифицированные блоги. Там покупают не товар, там покупают, по сути, вас. Ваш образ, вашу харизму. И это не только в Инстаграме, это в любой социальной сети так происходит. Каков минимальный бюджет для того, чтобы себя раскрутить? Ну, то есть вообще нужен бюджет? Надо, наверное, с этого начать. То есть можно ли, не имея денег, просто вот что-то делать, как-то... Ну, должен быть хотя бы бартер. Нет, есть, знаете, кто раскачивается без рекламы часто, ну, периодически, хорошо, вайнеры, да? Это те, кто снимает какие-то там смешные видео. Но тут, понимаете, вот у меня отношение к этому ко всему скептическое, честно говоря, потому что какая мотивация подписаться на вайнера? Поржать. Как монетизируются блоги с вайнами? За счет рекламы. То есть рекламодатель приходит, у них покупает рекламу. Так. Вроде подписались туда поржать, не купить что-то. То есть для них вот эти вайнеры, они не являются какими-то там вот авторитетами, не хотят быть как они, они хотят зайти и поржать. Ну, в основном. Да, то есть, по сути, реклама у вайнеров может быть эффективна для крупных брендов, для вот этих вот мифических показателей, популяризация, узнаваемость, бла-бла-бла, бла-бла-бла, как я их называю, да? А с точки зрения купить, подписаться и так далее, то есть какой-то практической пользы, реклама у них, как правило, стоит дорого, а выхлоп не такой большой. Вот. Вот они вас набирают аудиторию быстро, сами. Все остальные нуждаются в продвижении. Это можно делать бесплатно, условно бесплатно, если есть, например, какой-нибудь бартер. Ну, допустим, вы психолог, и вы готовы консультировать бесплатно блогеров за то, чтобы они про вас писали. Бесплатно, ну, условно бесплатно, потому что время-то тоже стоит денег, правда же? Вот, время, усилия, там, знания и так далее. Для того, чтобы продвижение... Есть бесплатные методы продвижения. Их можно использовать, то есть можно в Инстаграме постепенно наращивать аудиторию и бесплатно. Вопрос целей, да, вопрос и амбиции. И времени, наверное. И амбиции, и времени, да. То есть если человеку нужно, допустим, 10 тысяч подписчиков, он их наберет бесплатно. Если он хочет миллион, то ему придется вложиться. Ну, и быстро, да, этот миллион он хочет. Поэтому, ну, вот, когда говорят, что, знаете, есть масса историй, когда говорят Инстаграм, это все, вы будете зарабатывать. Тут надо просто выкладывать фотографии, там, быть активным. Вот, красивый фотоконтент, и все, у вас будут покупатели, это все вранье. Хотя это целый завод, который работает, когда вовремя нужно выложить пост, когда нужно не забыть, там, кого-то отметить, когда нужно писать какой-то содержательный пост, когда вопросы нужно задавать, чтобы комментарии были. Ну, не в постах, это хорошо, когда есть сами посты, но даже на самый качественный, самый классный контент его нужно усиливать продвижением, нужно предлагать и продвигать аккаунт. Есть такие блогеры, ряд, которые говорят, а, ну, еще на звезд, кстати, сами подписываются, ну, потому что они за пределами Инстаграма популярны. Вот, и есть такие блогеры, которые говорят, я ничего не делаю для продвижения, на меня все подписываются просто так. На самом деле, тут варианты два. Первое, они не понимают, что это было продвижение, то есть, допустим, про них написал их популярный знакомый, то есть они-то денег не заплатили, и они не воспринимают, что это реклама, а по факту это реклама у блогера называется, да? Второй вариант, ну, они кокетничают, да, ну, врут, да. То есть это вредно в любом случае, почему? Потому что это влияет негативно на самооценку остальных людей. То есть они думают, так, на него подписываются, он классный, на меня сами не подписываются, значит, я кто? Значит, я стрёмный. Вот, и руки опускаются, мотивация падает и так далее. И вот с этой точки зрения это очень вредно. То есть лучше сразу на старте понимать, что какой бы ты классный ни был, красивый, умный, заводной, реклама нужна. Вот. Прекрасно, спасибо большое за такое количество информации. Какой вопрос мы можем выделить из всех, кому мы можем подарить сегодня книгу? Да, книгу подарим. Вот я сейчас буду вспоминать вопросы. Ну, может быть, какой-то запомнился. Ну, наверное, всё-таки, мне кажется, вопрос из ряда выбивался про мою личность. Хоть кого-то она интересует, кроме лайков и комментариев. Между прочим, это был вопрос от меня. Ну, всё, книга достается вам. Книга моя, да. Да, ну, хотелось бы больше о тебе узнать лично. Просто хочется и это, и то, как бы спросить. И понимая, что у программы есть какой-то тайминг. Я благодарю тебя за то, что ты пришла. Я уверена, что мы ещё увидимся и проведём не один эфир. Обязательно узнаем все инопшества и инстаграм, и о тебе. Больше узнаем. Спасибо. Приглашайте. Пришла обязательно. Это была программа «Звёздные сети». С вами была Любовь Соболева и Ника Бишневская. Пока.